Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. Сегодня в выпуске. Каждый день и по новым направлениям. Многофункциональные центры Сургута стали еще удобнее. Стены должны закончить уже в этом году. В Троицком соборе начался сложный этап строительства. Стартовала молодежь. Сургут принимает Российскую лигу по волейболу. Губернатор встретилась с представителями Сбербанка. Участники совещания обсудили реализацию концессионных соглашений в Югре. В ближайшее время Сбербанк выделит деньги на строительство восьми школ, а до 2023 года еще 35 учреждений. Однако, если округ решит перераспределить средства на этот год, то партнер готов взять на себя большинство рисков. В прошлом году Сбербанк профинансировал пять образовательных объектов. В данном случае, если вернуться к концессионным соглашениям, это школы, потому что наш регион занимает одно из последних мест. То есть наибольшее количество учеников учатся во вторую смену. И для нас создание коротких сроков качественного количества ученических мест – задача первая. Для нас Югра является очень важным регионом в части сотрудничества, в части развития нашего бизнеса. И особенно хотелось бы отметить то, что именно на территории Югры мы сделали первый в России качественный проект по государственному частному партнерству в части образования. Проект реконструкции железнодорожного вокзала Сургута получил положительное заключение от Омского филиала глав госэкспертизы. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своих страницах в социальных сетях. Разговоры о реконструкции объекта ведутся уже более десятка лет, но лишь 20 небольшим года назад слова перешли в конструктивную плоскость. Правительство региона совместно с компанией РЖД разработали дорожную карту, подготовили проект реконструкции, который и поддержали эксперты. После выполнения всех работ здание крупного транспортно-логистического узла Югры должен преобразиться. Его вместимость увеличится с нынешних 500 до почти полутора тысяч пассажиров. Работы должны начаться уже в этом году. Многофункциональный центр Сургута перешел на ежедневный режим работы. Теперь специалисты принимают заявители и в выходные дни. График выглядит следующим образом. Окна открыты в понедельник, среду, пятницу и субботу с 8 утра и до 8 вечера. Во вторник и четверг с 9.30 и также до 20.00. В воскресенье МФЦ открыт с 8 утра до 14 часов дня. Изменения назрели в связи с увеличившимся потоком жителей. Ежесуточно услугами многофункционального центра пользуются свыше 2000 человек. В 2018 учреждении зафиксировали 655 тысяч обращений. При анкетировании наших заявителей мы выявили, что основная часть заявителей, которые приходят в это время, это работающие люди. И значит, вторая задача – это создать более комфортные условия для работающих граждан. Почему, собственно говоря, и появилась суббота, продлено время приема, и появилось воскресенье. То есть две причины – это увеличение нагрузки на МФЦ и создание более комфортных условий для работающих граждан. Для того, чтобы перейти на семидневку, в МФЦ расширили штат сотрудников, обеспечив 31 дополнительное рабочее место. В этом году в основном здании многофункционального центра на Югорском тракте планируется капитальный ремонт. По предварительной информации, он начнется в мае-июне и продлится три месяца. Компенсирует выпадение части окон для обслуживания заявителей продлением рабочего дня других офисов. Кроме того, с 1 февраля в МФЦ начнут принимать документы от граждан на выдачу загранпаспортов нового образца. Пока по этому направлению специалисты будут работать в тестовом режиме два раза в неделю, в среду с 10 до 12 часов и в пятницу с 17 до 19.00. 1200 юношей Сургута и Сургутского района отправились отдавать долг родине в 2018 году. Такие данные привели в военкомате. В осеннюю кампанию, которая завершилась 31 декабря, ряды российской армии пополнили 599 человек. 360 из них – жители города. Служат наши солдаты в разных регионах страны, в частях и соединениях Министерства обороны, Росгвардии, воинских формированиях МЧС. Один человек проходит службу в президентском полку. Кроме того, десятая часть призывников пополнили ряды спецназа и ВДВ. В целом установлено задание штаба Центрального военного округа. Призывная комиссия города Сургута и района выполнила на 100%. Вот и призыв прошел в планном режиме, без каких-то срывов. Военный комиссариат Сургута и Сургутского района уже готовится к будущему весеннему призыву. Ожидается, что он начнется в апреле. Задание на формирование ресурсов от Центрального штаба пока еще не получено. Прогнозируется, что ряды вооруженных сил в первом полугодии 2019-го пополнят от 500 до 600 новобранцев. Кроме того, в комиссариате приступили к постановке на воинский учет ребят 2002 года рождения. До 31 марта нынешнего года потенциальными кандидатами на службу в армии станут около 2500 юношей. В Сургуте за первые две недели нового года произошло 17 пожаров. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. 11 возгораний зафиксированы в жилом секторе. Большая часть из них в жилых домах и всего три в дачных кооперативах. Первый вызов в этом году поступил спустя 16 минут после боя курантов. Петарда залетела в окно квартиры на Ленина 53. Кроме того, из-за нарушения техники безопасности при использовании салютов и фейерверков в новогоднюю ночь пострадали 4 человека. Двое из них дети. Ребенок полторогодика получил травму при неосторожном обращении с елочной гирляндой. Один человек получил травму от холодного огня или бенгальских свечей. Взрослый. От петарда пострадало в этом году два человека, из них один ребенок. В новогодние выходные с травмами, полученными при катании с горок, в больницу обратились 35 человек. 15 из них дети. Госпитализированы четверо, остальные проходят лечение амбулаторно. С различными повреждениями при отдыхе на катках травматологии осмотрели 13 человек, трое из них дети. Двое взрослых при этом вынуждены были лечь на больничную койку, остальные восстанавливаются в домашних условиях. Сила инженерной мысли. В Сургуте стартовал муниципальный этап соревнований «Робофест». Они проходят в нашем городе уже в шестой раз и год от года становятся все популярнее. В 2019-м в фестивале участвует 20 образовательных учреждений. Бороться за звания лучших будут около 80 ребят. Номинации 3 для старшей группы «Икар» инженерные кадры России, для детей помладше «Хеллоу робот» и «Хеллоу лего». В рамках фестиваля каждая команда должна выполнить ряд заданий. На каждое дается от 90 до 120 секунд. Они заранее не знают, с какими трудностями они столкнутся. То есть все решает здесь жеребьевка. Ребята проектируют своих роботов, они знают поле, как оно выглядит, где начинается старт, где заканчивается финиш, с какими объектами они работают. Но они не знают, где они будут располагаться, какого они будут цвета. И вот как раз таки в этом и заключается проверка ребят на их знания в программировании и конструировании своих роботов. Роботам предстоит поднять заданный предмет, перенести его в определенное место, собрать детали, а также рассортировать их по цвету. Проходит соревнование на базе сургутского кванториума, который является самым большим в Югре и может похвастать отличным техническим оснащением. На своей площадке он имеет все линейки современных конструкторов. К тому же здесь есть несколько полей, которые позволяют одновременно выступать большому количеству команд. В феврале наш город примет региональный этап робофеста. Это направление приобретает с каждым годом популярность и в округе, и в нашем городе. Уже сегодня во всех образовательных учреждениях сургута есть кружки по робототехнике. Югорский дух огня представят на Берлинале. 17-й международный фестиваль кинематографических дебютов презентуют в Германии. Здесь планируется выступление Веры Кондратьевой, исполнительницы песен обских угров и ханты. С приветственным словом выступит президент духа огня Сергей Соловьев. 69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Строители Троицкого кафедрального собора приступили к монтажу купольных барабанов. Своды храма – один из самых сложных этапов с архитектурной точки зрения. Благочинный сургута и сургутского района отец Антоний выразил надежду, что в 2019-м удастся полностью завершить возведение стен собора. Тогда можно будет приступить к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. Работы по организации прогулочной зоны начнут сразу же, как только со стройплощадки уберут тяжелую технику. В этом году планируется полностью сформировать земельный участок, отсыпать его, возможно, даже удастся заасфальтировать дорожки. Вопрос с инвестициями на строительство Троицкого кафедрального собора не закрыт. Возведение осуществляется по мере поступления пожертвований. В настоящий момент идет корректировка проекта. Достаточно сложные здания, сложные грунты у здания. Ну, это, в принципе, все было учтено во время изысканий. Идет корректировка проекта с точки зрения тех замечаний, которые по ходу строительства высказал митрополит Павел. Все эти корректировки, они не самые существенные, но очень важны для внутреннего потом ощущения. Не всегда нам в чертеже ты можешь увидеть некоторые частности. Замечания митрополита Хантамансийского и Сургутского Павла касаются в основном подготовки стен собора к будущей росписи. Кстати, уже отправлены предложения в несколько организаций, которые занимались внутренними работами в храмах Тюменской области. Отец Антоний сообщил, что при благоприятном стечении обстоятельств в Троицкий кафедральный собор распахнет двери для горожан в 2021 году. Планируется, что освящать его будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В эту субботу православный мир отмечает праздник Крещения. В Сочельник многие грешат гаданиями. Как узнавали своего суженного девушки, жившие в далеком сургутском прошлом, нашему корреспонденту Екатерине Любешевой рассказали в усадьбу купца Клепикова. Смотрите ее репортаж. К гаданиям в наши дни относятся несерьезно. Скорее занимаются этим в целях развлечения. Но даже пару веков назад в нашей местности девушки подходили к ним со всей ответственностью. Гадали в ночь на 1 января, на 14 и перед Крещением. А способов уйма. В ночь под Новый год, или как его называли в старину, в Васильевский вечер заготавливали агарок. Он служил в качестве оберега дома, а еще был защитой непосредственно во время работы. Но к нему мы еще вернемся. И, конечно же, гадание – это большой грех. Это осуждается. Но этот грех себя можно смыть. Как раз искупавшись 19 января в Крещенской купели. И вот такую защиту произвести. В купеческой усадьбе учат всех желающих гадать. Способы тут показывают относительно безобидные. Хотя пару ужастиков о старорусских обычаях по нашей просьбе все же рассказали. Бегали к кладбищенской церквушке вечерами, ночами, кстати. Прислушивались. Если вдруг доносится звук отпевания, то значит кто-то в этот год из родственников, либо сама гадающая, умрет. А если же вдруг идет служба венчания, то обязательно, конечно, грядет в этот год свадьба. Ни в коем случае нельзя было гадать в одиночестве. Идеальный вариант компании – незамужние подружки. Для этого гадания, которое мы сейчас будем осуществлять, обязательно нужно гадающей завязать глаза. Мы сейчас будем вытягивать полежки. Это могут быть не полежки, это могут быть палочки какие-то, если вы будете гадать где-то на даче, например. Палочки должны быть, естественно, разных размеров. Ну а если уж у вас есть дрова, это замечательно. Вы выбираете дрова с сучками, большие, широкие, какие вам угодно. Ну и несложно догадаться, что какое полено вытянешь, таков суженый и будет. Гадающей Марии достался, прямо скажем, не предел мечтаний. Среднего роста, немного рябой, не покладистый. С характером будет, с характером муж. Ну что теперь сделаешь? Что, от судьбы не уйдешь? С мужем все ясно. Осталось выяснить, кто он по профессии и с какой стороны сватать приедут. По древнерусской технике безопасности сначала нужно очертить круг от нечисти, той самой лучинкой, которую показывали в начале сюжета. Встать в центр, накрыться белым покрывалом, чтобы подружка раскрутила как следует. В какую сторону поведет гадающую, оттуда жених и явится. Мария устремила взор в сторону Саймы. Видимо, ждать ей рыбака. Теперь возвращаем нашу Машу в круг и выводим ее оттуда по всем мистическим правилам. Гадание со скатертью и с Васильевым Агарочком нужно делать на перекрестке улиц. Что я хочу сказать? Что мы как раз стоим на старой, старой улице, которую мы можем с вами проследить. Это улица Казачья в старом Сургуте была. На суженого погадали, откуда сваты приедут, узнали. Теперь пора и в целом узнать, чего от года ждать. Для этого гадания нужно плюхнуться в сугроб с разбега и сделать снежного ангела. Если на утро следы крылышек будут такими же четкими, год будет удачным. Вообще-то я взрослая, адекватная женщина. Но долг журналистки обязывает. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Сургут принимает шестой тур чемпионата молодежной лиги России по волейболу. Кроме хозяев местной команды «Звезда Югры» за победы на площадке «Премьер-арена» ведут борьбу Нижневартовский университет, Казанский «Зенит Уор» и Уфимский «Беркуты Урала». Матчи проходят с четверга по воскресенье, с часу дня до пяти вечера. В первый день казанские спортсмены были сильнее. Вартовчан 3-1. В другом матче встретились «Звезда Югры» и один из лидеров турнира. Команда из столицы республики Башкортостан. В этом году я убедился, что слабых команд нет. Вот мы играли предыдущий тур с последним местом с Ленобластью, проиграли им 2-3 команды, примерно плюс-минус равные. Кто на данный момент лучше? Вот сегодня очень тяжелый градус. Почему? Мы не играли месяц. Не было игрового ритма, не было игровой практики. И тренировка и игра – это совершенно разные вещи. И вот видно было, как просто потерялись ребята. Соперники обменялись победами в двух стартовых партиях. Уступив 24-26, сургутяне уверенно выиграли следующий сет 25-14. Но развить успех было непросто. Звезда Югры и Беркут и Урала отыграли на равных половину третьей партии. А затем гости быстро ушли вперед в 17-25. По такому же сценарию прошел и четвертый отрезок матча – 19-25 и 1-3 в пользу уфимских спортсменов. Сегодня сургутяне померяются силами с молодежной командой казанского «Зенита». У нас, во-первых, помоложе команда, наверное, самая молодая в лиге. Самые старшие у нас 2000-го года, у нас 2002-го ребята в составе стоят. Так что это, я думаю, что пока что такие детские проблемы, которые со временем решаются. Мы не справились со своей подачей и в итоге получили такой результат. Эти и другие новости есть на нашем сайте indifiznews.ru. До встречи в эфире. Огромный выбор шуб от «Зимней сказки». Цельная норка – 25 тысяч рублей. Сургут с 15 по 20 января. Камертон. Георгий Фурсов – один из лучших пластических хирургов Югры. Успешно работает в направлениях контурной пластики, потяжки лица и шеи. Пластики в области глаз и губ, обдомина пластики. Выполняет операции на молочных железах и не только. Запись на консультацию по телефону 8-922-469-59-69. Кировская меховая фабрика. Шубы вашей мечты. С 17 по 20 января в ТЦ «Клубника». Второй этаж. На улице 30-летие Победы 50. Добро пожаловать в полностью обновленный кинотеатр «Мир». Экран с серебряным напылением для кристально чистого и яркого изображения. Комфортные кожаные кресла. Диваны «Лавсиц» для двоих. Новые легкие 3D-очки. Широкий ассортимент кинобара. Покупай билеты на iKino.ru и проходи без очереди. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? Inconti Lace. Запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой. Без операции и реабилитации. Технологии из Европы. Теперь и в Сургуте. Косметология будущего. Голдберг. Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей. И вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой». Улица Есенина, 2. Телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Здравствуйте. Информация о погоде на 18 января. В студии Ален Раковская. Погоду в Западной Сибири формирует промежуточный гребень антициклона. В связи с этим ненастья ослабеет. А к вечеру в регионе скажется теплое и снежное дыхание очередного североатлантического циклона. При аномально высоком температурном фоне. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с неустойчивыми прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10. Новогодняя распродажа в магазине «Домашний погребок». До конца декабря дистилляторы, анкерки, расписные самовары, посуда и радиоприемники в стиле ретро со скидкой 10%. «Домашний погребок». Есть подарочные сертификаты. В магазинах «Домашний погребок» огромный выбор дрожжей, ароматизаторов и настоек на травах для приготовления домашних напитков. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так. Облегченные цены на японские подгузники и трусики «Мэрис». Скидка 25% только в «Карапузе». «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok